И привет, холоп! И с вами жирный слуга Оресама! И приближается... Падру-падру! Мне нужна доза в пару серий Быть в инжастиках, комедиях, гареме Вернуться в школу, снова влюбиться Попасть в волшебный игровой мир Я так устал, всё время злиться Почти забыл, как любил Дайте мне аниме, миллион серий Чтоб я до самой смерти не улазил из постели И в тетради смерти я б не написал ни слова Чтобы не видеть грусть, не видеть слезы снова И я почти ослеп, отвижу боль, любовь и сиськи И в конце сам стану аниме Попель из города дымоходов Где-то в номеровых пространствах существует город Окруженный стеной высотой в 4 километра В городе бесчисленное множество труп, которые постоянно чадят Дыма в городе столько, что никто из жителей представляет не имеет, как выглядит небо Потому что никогда его не видел Однажды ночью на Хэллоуин курьер роняет сердце, которое должен был доставить Отыскать его в темноте и чаде просто невозможно Так что курьеру не остается ничего другого, кроме как сдаться Однако сердце, затерянное в городе дымоходов, всё ещё продолжает биться Пожалуй, даже посмотрю Кудьба велики приказка мелод в странстве Это то, про что я писала в сообществе Тот самый перенос в Америке на 5 декабря 7 декабря Оно Египетские боги То есть 7 декабря Атака титанов Финал Я буду это ждать Потому что я просто-напросто уже всё остальное смотрела из этой серии Минало 4 года с тех пор, как члены разведкорпуса достигли моря Из дневников Гриша Егера люди узнали, что всё это время противостояли не только Титанам, но и другой нации За морем Марлия заканчивая длительную войну с войсками Средневосточного Альянса Нация, всегда полагавшаяся на Титанов войне, знала, что постепенно теряет парвенство военным противостоянием Из-за наращивания другими государствами военной мощи и развития противового титанового оружия Чтобы удержать лидирующую позицию на мировой арене, Марлия необходима сила Титана-основателя Сильнейшего из девяти изначальных Титанов, способного контролировать других Титанов Книщайся для Марлия, эта сила всё ещё находится на острове Парадис в руках Эрена Егера Райану Брауну, единственному воину, вернувшемуся после провальной операции по захвату основателя Вновь предстоит столкнуться с бывшими товарищами Экранизация 8-9 по счёту сюжетных арок одномянной манги под авторством Хадзима и Саямы Манга, кстати, ещё не закончила свой выход Китайцы завезли нам какую-то непереводимую фигню Так что, здравствуй, гугл-переводчик Снова мы к тебе Фокс, демон, маленькая сваха, мутен-чен, набор файлов Господи, что там такое? Ладно, в общем, это он, на которой будет длиться 12 серий Пустьец И выйдет 11 декабря Да, нет, или, наверное Это у нас Юой На этот раз нам предстоит шанс погруза в таинственный языкулисный мир телевидения Проследив за историей Кэя Куниет Популярного телеведущего, чей публичный образ настолько полистателен и безупречен, что его прозвали принцем Однако его внешний лоск лишь обманка, маска, вскрывающая его истинную сущность Не выдержанного эгоиста, который всех критикует и сыпет оскорблением по поводу и без Разумеется, его двуличная антура является большим секретом, который никто не должен знать Кэй вполне счастлив, ведя двойную жизнь Хоть ему и приходится избегать любых личных контактов ради сохранения тайны Вынужденное одиночество не дикатит его ром до тех пор, пока не сталкивается с Уссио Цузуки Художником-аниматором, с которым его сначала освоит совместная работа, а потом в случайная встреча Впервые Кэй может быть самим собой в присутствии другого человека Могут ли эти двое, несмотря на различия характеров и жизненные трудности, построить отношения? Тоже выйдет 11 декабря Это будет полуметражка Следом у нас идет хентай из двух ов Сюжет поясует о непростых взаимоотношениях с семьей молодожим После непродолжительной семейной жизни Минака забеременела и практически перестала удовлетворять сексуальные потребности своего мужа, Акио Ее мать Райна решила взять на себя роль услужливой секс-помощницы для новоиспеченного и весьма эгоистичного зятька Да уж Выйдет 18 декабря Спешл по я пытался уговорить ее в Догадзава 13 эпизод Выйд 23 декабря Как наслаждаться этим миром? Секретная история Фильм Выйд 25 Покемон фильм 23 Коко Тоже 25 Ну и фильм Покемон Коко расскажет нам историю о мальчике, которого, как собственного сына, выросл мифический покемон Заруда Еще будучи младенцем, Коко попал в лес Акоя Рай для покемонов, защищенный строгими правилами, не позволяющими проникнуть посторонним В этом лесу, в одном из своих путешествий, Сатоши и Пикачу вскоре повстречают Коко Жозе, тигр и рыба Будет длиться полтора часа Однажды в незамысловатой жизни студента по имени Цунао появляется девушка, большую часть своих дней потратившая на чтение и рисование Занятие похвальное, однако даже им есть свое объяснение Дело в том, что мечтательная Жозе, когда вся девушка на манерах героини из произведения Франсуаза Саган «Волшебные облака» Прикована к инвалидному креслу, и многое из жизни обычных людей ей недоступно Благодаря другу Бежозе, Цунао, не особо заботившись о своей жизни, начинает осознавать ценность того, что имеет В то время как девушка, не без участия парня, решает, что наконец пришло время встретиться лицом к лицу с реальным миром Так, они сами того не замечают, помогая друг другу, кто как умеет И в конце концов, их дружба начинает обретать иные оттенки Мрачить которой не в силу даже косые взгляды окружающих Я буду это смотреть Ну, и последнее, что у нас выйдет Это Ая и Ведьма Тоже мувик, 30 декабря Негустой список, но согласитесь, неплохо же Особенно Титаны Итак, на этом все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии И всем пока!